Мы спрашиваем, что это за город? Аушица. А что за Аушица? Это концлагерь. А у нас и понятия не было, что такое концлагерь. Каждое утро мерили температуру. А там были военнопленные наши. Они сказали, ребята, смотрите насчет температуры. Крематорий всех сжигает. Кто знал, какая крематория, в то время, мы не в курсе это дело. А что это крематория? Это жгут людей. Ну, короче, как температура, так нет человек. Как нет, так нет. И нас там осталось 150, около 200, а было, наверное, 700. Вы понимаете, все, сжигает. Мы еще когда подходили, еще не знали, что мы идем к лагерям, к лагерям и так далее, чувство гары такое. И хотя мы во время боев по нашей территории, по Украине побольше, мы к этому запаху привыкли. Потому что все время шли где-то сожженные деревни, где-то сожженные дома. Все время это горь, она сопровождаются. Но тут какая-то вот такая особенная, и гидкая, и тяжелая, и такая вот горь. Главное, это то, что была попытка уничтожить целый народ. Вот младенца до старикам. И уничтожить с использованием самых современных технологий. То есть Аушвиц до сих пор поражает исследователи, все кто приходит туда, как посетители в этот музей, вот это именно технология уничтожения самая современная для того времени. Самая современная крематория, использование специальных приспособлений для уничтожения людей. Аушвиц до сих пор, то, что эмоции расходов с их разочием, то, что сожженные были, как и начали на уничтожения вoveе. Это было приёмное, потому что для тех, что приёмное, в том числе и в том числе, в то, что мы сейчас в течение, и в других странах, как и в течение, Это было вообще... не знаю, как это... Это очень... Это было трогательно. Все плакали. Это было совсем погибший народ. Мы никогда не думали, что мы выживем, оставимся в живых.